Здравствуйте, дорогие студенты! Тема сегодняшнего занятия – лекарственные растения Узбекистана. Я – доцент кафедры ботаники и физиологии растений Биологического факультета Национального университета Узбекистана Сафаров Алишер Каримджанович. Что из себя представляют лекарственные растения? Это обширная группа растений, органы или части которых являются сырьем для получения средств, которые широко используются в народной медицинской и ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями. Наиболее широко лекарственные растения используются в народной медицине. Прежде чем перейти к рассмотрению основных лекарственных растений, я бы хотел вкратце остановиться на системах классификации лекарственных растений или лекарственного растительного сырья. Значит, система состоит из пяти типов. Первая – ботаническая система, которая основывается на филогенетической классификации. Вторая система – по алфавиту. в той степени, как эти растения встречаются в словарях, энциклопедиях, исправочниках. Морфологическая, соответственно, основана на названиях тех органов или частей растений, которые используются в качестве лекарственного растительного сырья. В данном случае показаны эти органы. Следующая классификация основывается на фармакологическом действии вещества или смеси веществ. И пятая система – это химическая, которая основывается по основным биологически активным веществам, которые содержатся в лекарственном сырье. Например, это лекарственные растения, лекарственное растительное сырье, содержащее углеводы, липиды, витамины, терпиноиды, гликозиды, алкалоиды, фенольные соединения и гликозиды. Теперь остановимся на лекарственных растениях по группам их действия. Значит, то они тоже подразделяются на несколько систем, то есть на несколько групп. Значит, это растения, содержащие вещества, действующие на сердечно-сосудистую систему. В следующих слайдах я буду останавливаться, буду приводить примеры этих лекарственных растений, которые обладают соответствующими функциями. Значит, кардиотоническим действием обладают растения, основными действиями веществами, которых являются сердечные гликозиды. Они восстанавливают тонус ослабленной сердечной мышцы, усиливают ее сокращение и замедляют частоту. Лекарственные растения, содержащие сердечные гликозиды, требуют осторожного применения. Предпочтение дается очищенным гликозидам заводского производства. Гипотензивное сосудорасчирающее действие и спазмолитическое действие оказывают пустырник, донник лекарственный, боярышник, рябина, острогал, солянка рихтера. Спазмолитический эффект оказывают мята, анис, хмель, боярышник, мелисса, фенхель, глядичия, пастернак, морковь. Антисклеротическим действием оказывают лук, чеснок, боярышник, шиповник, морская капуста. Они способны снижать уровень холестерина в крови и усиливать выведение желчи предшественник фиосинтеза в печени. Важным моментом антисклеротического действия является укрепление прочности сосудистой стенки благодаря флавоноидам, витаминам П и токоферолу. Ангиопротекторное действие, укрепляющее стенки сосудов, обладает конский каштан. Растения, которые действуют на центральную нервную систему, они подразделяются на 4 подгруппы. Это значит, что растения, оказывающие седативное действие, это валерьяна, пион, душица, хмель, пустырник. Возбуждающим действием на центральную нервную систему оказывают женьшень, заманиха, лимонник. Аналептическое действие, возбуждающее действие на дыхательный центр, оказывает термопсис. Аналегизирующее действие на центральную нервную систему проявляет максимосейка, белина и красавка. Растения, содержащие вещества, действующие в области чувствительных нервных окончаний, соответственно, они тоже разделяются на несколько подгрупп. Это лекарственные растения, которые содержат горечи, используются, как правило, при заболеваниях органов пищеварения и невралгиях. Сюда можно отнести одуванчик, хрень, редьку, полынь, лук, аир и тмин. Лекарственные растения, обладающие рвотными и отхаркивающими свойствами, сюда можно отнести анис, бузину, фенхель, мать и мачеху, тимьян, фиалку, березу бородавчатую. В группу лекарственных растений, обладающих слабительными свойствами, можно отнести кассию, крушину, жестер, клещевину, ревень, горец. Лекарственные растения, обладающие вяжущими свойствами, сюда можно отнести чернику, кровохлебку, лапчатку, дуб, черемуху. Лекарственные растения, обладающие обволакивающими и смягчительными свойствами Сюда можно отнести лен и донник лекарственный Лекарственные растения, содержащие вещества, обладающие противовоспалительными и общепокрепляющими свойствами Они тоже подразделяются на несколько подгрупп Первая подгруппа это антимикробное действие В данном случае сюда можно отнести аир, алоэ, березу, зверобой, календулу, ромашку Противовирусным действием обладают облепиха, лук, чеснок, лимон Общеукрепляющими свойствами характерны для витаминсодержащих растений и растений относящихся к адаптогенам Адаптогены это, как вам известно, лекарственные растения и средства из них, повышающие неспецифическую сопротивляемость организму И увеличивающие его устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям Этими свойствами обладают смородина, виноград, айва, заманиха, оралия Растения, обладающие диуретическими свойствами и применяем при мочекаменной болезни Они тоже подразделяются на несколько подгрупп Значит это растения диуретики Почечный чай, брусника, арбуз, василек, петрушка, хвощ полевой Лекарственные растения используемые при мочекаменной болезни Это большая группа растений Здесь сюда относятся арбуз, брусника, земляника, петрушка, сельдерей Тыква, которая используется для выведения уратных камней Смородина, айва, береза, соки березы, которые используются для выведения фосфатных камней Брусника, марена, которые используются для выведения оксалатных камней 2. Лекарственные растения, обладающие желчегонными свойствами, бессмертник, одуванчик, барбарис, который применяется при дискинезии желчных путей по гипогенетическому типу, мята, палынь, кукуруза, который применяется при дискинезии желчных путей по гипергенетическому типу. 3. Лекарственные растения, которые применяются при злокачественных новообразованиях, это безвременник, чистотел, болиголов. 4. Лекарственные растения, которые обладают противопаразитарными свойствами, сюда можно отнести палынь, тыкву, гранат, лук, чеснок, березу, пижму. 5. Лекарственные растения, содержащие вещества, влияющие на процессы обмена веществ, соответственно, тоже подразделяются на 3 основные группы. 6. Гомеостатическая, гемостатическая, арника, горец, калина, крапива, тысячелистник. 7. Стероид, содержащий паслен, содержит гликалкалоид, саласадин, оказывающий противовоспалительное и кардиотоническое действие. 7. Также сюда можно отнести всем вам известную юбку. 8. Лекарственные растения, обладающие гипогликемическими действиями, это фасоль, черника, топинамбур, лопох и цикорий. 9. Давайте остановимся на описании основных лекарственных растений, которые широко встречаются на территории нашей республики. 10. В следующих слайдах я буду давать основные параметры применения. 10. Останавливаться конкретно на слайдах я не буду. 10. При необходимости можете остановить и записать основные параметры. 10. Алоэ. Алоэ древовидное. 11. С лечебной целью заготавливать свежие листья, боковые побеги и высушенные листья. 11. Алтей лекарственный. 12. С лечебной целью собирают корневища, корни. 13. Корень алтея входит в состав растительных сборов противовоспалительного действия. 14. Белина черная. 15. Это ядовитое растение. 15. С лечебной целью собирают листья и облиственные стебли, траву в период цветения растения. 16. Бессмертник самаркандский. 17. С лечебной целью заготавливают цветки бессмертника. 17. С лечебной целью используется трава, собранная во время бутонизации. 18. Иногда семена гормолы. 19. С лечебной целью используется трава, собранная во время бутонизации, иногда семена гормолы. 20. Но это растение тоже считается ядовитым растением. 20. Девесил. 21. С лечебной целью используются корневища, корни, которые заготавливаются осенью или весной. 21. Донник лекарственный. 22. С лечебной целью собирают облиственные верхушки. 22. Боковые побеги в начале цветения. 23. Используются негрубые части стебля. 23. Зверобой. 24. Зверобой. 25. Зверобой. 26. Зверобой с лечебной целью заготавливают надземную часть. 26. Траву во время цветения. 26. Зизифора. 27. То же самое. 27. Значить с лечебной целью заготавливают надземную часть. 27. Травы во время цветения. 28. Ну, про чеснок говорить очень много можно. 28. Мелисса С лечебной целью используются листья и верхушки побегов, которые собираются во время цветения растения Мята Мята в народной медицине применяется широко при различных заболеваниях Экспериментально установлено, что благодаря содержанию в растениях комплекса биологически активных веществ Препараты мяты оказывают успокаивающее, спазмолитическое, желчегонное, антисептическое и болеутоляющее действие Календула С лечебной целью собирают цветочные корзинки, когда у них язычковые цветки находятся в горизонтальном положении Подорожник С лечебной целью у видов подорожника заготавливают листья в течение лета Полынь С лечебной целью используется трава, цветущая облиственной верхушкой, прикорневые и нижние стеблевые листья Ромашка С лечебной целью собирают распустившиеся цветки Солодка Ну, у солодки в одинаковой степени используются подземные органы, корневища, корни Горизонтальные побеги Тысячелистник Ну, у тысячелистника собирается надземная часть Трава в начале цветения растения Череда Ну, с лечебной целью заготавливаются листья, молодые верхушки облиственных стеблей Трава до цветения и частично во время цветения растения Шалфей Ну, у шалфея собирают листья с начала цветения растений Стоит отметить, что большинство приведенных растений после сбора обязательно сушатся в тени Растительный мир служит человеку с того момента, когда он впервые появился на свет Ну, может быть, сначала растения были для него продуктом питания Может быть, предметом укрытия от врагов и холода Ветра От жары Палящего солнца Может быть, даже служило подстилкой при лежании на земле в пещере Во всяком случае, одно положение является неизменно То, что с момента появления первобытного человека его жизнь крепко связана с растительным миром И спустя много веков человек научился использовать растения более рационально всесторонне Как в пищу, как в одежду, как в стройматериалы, источники энергии, лекарства В настоящее время трудно представить жизнь человечества без растительного мира Животные и растительные миры созданы природой друг для друга Их жизнь связана во всех отношениях И они не могут существовать друг без друга Животные и растительные миры составляют одно единое целое Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok